Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главные темы этого выпуска. Цех с контрафактом на полтора миллиона. В Дербенте у местного жителя изъяли несколько тысяч литров алкогольной продукции. Отличился в красной зоне. Представители власти наградили медиков. Кого и за что, смотрите выпуски. Египет и Дагестан подписал соглашение о сотрудничестве поэты и писателей двух народов. Теперь будут ближе к своих творческих стремлениям. В Дербенте полицейские обнаружили подпольный цех по розливу алкогольной продукции. Во время плановой проверки в подвале у 50-летнего местного жителя нашли более 6 тысяч литров вина в различных емкостях. Кроме того, в доме у мужчины найдена техника для производства и инвентарь для хранения. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что изготавливал продукцию для последующей ее реализации. По предварительной оценке, обнаруженный алкоголь оценивается на сумму около полутора миллионов рублей. Кинологи со служебно-поисковыми собаками проверили все детские сады города. Сообщение о минировании оказалось ложным. Напомню, 5 июля в дежурную часть МВД по Дагестану поступил звонок о минировании нескольких детских садов Махачкалы. Во все дошкольные учреждения города были направлены следственно-оперативные группы. Дети и педагоги были эвакуированы. Был проведен тщательно осмотр всех зданий и прилегающих территорий. В результате проверки озвученная в сообщении информация не подтвердилась. Врачей и медсестер-санитаров, проработавших долгие годы в медучреждениях Республики, профсоюз работников здравоохранения Дагестана, поощряет в рамках социальной программы «Забота». Так, с визитом в участковую больницу у поселка Дубки прибыла депутат Народного собрания, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Зумруд Бучаева. Она лично поздравила героев, стойко отстоявших вахту дежурств в красной зоне, которые помимо ковида продолжают лечить и другие заболевания своих пациентов. О людях, которые выбрали профессию по зову сердца и посвятили ей свою жизнь, материали моих коллег. «Разрешите вас поздравить, поблагодарить вас за такой самоотверженный доблестный труд, многолетний труд. Приятно очень видеть таких красивых женщин на страже здоровья наших сограждан». Почетной грамотой и денежной премией были отмечены три медсестры. Среди них Айбека Амаазова, медрегистратор, когда-то была санитаркой. Служит в больнице с момента строительства Черкейской гидроэлектростанции. Именно тогда часто с травмами поступали люди, которые возводили ГЭС. Приходилось помогать хирургам и ортопедам. Ажина Сибова, медсестра центрального стерилизовочного кабинета, работает с 1970 года. Была медицинской сестрой в детском родильном отделении хирургии и терапии. Воспитала троих детей. Один из них тоже стал врачом, стоматологом. «И вот эти цветы тоже вам?» «Я вам желаю до 80 лет, чтобы вы работали вот так». «Я сегодня к вам в гости с таким поздравлением». «Спасибо вам огромное, что нас понравилось, что приехали». Осия Тьюнусова работает в медицине почти 50 лет. Была школьной медсестрой, трудилась в роддоме. С 90-х была рентген-лаборантом. И вот уже более 30 лет медсестра ЭКГ. По словам председателя профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаевой, эти три женщины доказали, что профессия врача – это профессия от Бога. Героизм – синоним их труда. Медсестрам приходилось выхаживать более 20 детей в отделении, когда рядом не было матерей малышей. Данное мероприятие мы проводим в рамках профсоюзной программы «Забота». Программа иницирована Республиканским комитетом именно для того, чтобы вспомнить наших медицинских работников, наших коллег, которые долгие годы, свыше 50 лет, служили верой и правдой, самоотверженно трудились на передовой, защищая здоровье наших жителей, жителей нашей республики. И у меня появилась абсолютная уверенность, что здравоохранению республики быть и цвесть. Наша первичная профсоюзная организация находится в постоянном контакте с Республиканским профсоюзом Республики Дагестан. Особенную помощь мы почувствовали в период пандемии, когда Республиканским профсоюзом Республики оказала очень большую помощь нашим медработникам при выделении путевок на санаторное курортное лечение, а также при получении ковидных выплат. Сегодня они посетили наш поселок, наградили наших ветеранов. Огромное спасибо им за поддержку. Надеемся, что роль профсоюза на этом фоне будет еще и выше подниматься. В Дагестане вводится полный запрет на организацию и проведение массовых мероприятий. Такое решение было принято в ходе заседания Оперштаба по недопущению распространения коронавируса. Это связано с тем, что рост заболеваемости ежедневно растет. Так, за сутки в Дагестане зафиксировано 168 новых случаев заболевания. 85 пациентам удалось победить болезнь. Они были выписаны из больницы, 5 раскончались. По последним данным Минздрава, вакцинированы более 160 тысяч человек. В Махачкале за последнюю неделю вышло из строя несколько трансформаторных станций. Самая главная и основная задача при таких ситуациях – это оповещение населения. К сожалению, дозвониться до аварийных служб, ресурсоснабжающих организаций в такие дни просто невозможно. Единственная диспетчерская, которая работает в круглосуточном режиме – это городская единая дежурно-диспетчерская служба. В загруженные дни сюда поступает более 10 тысяч звонков. Это касается и проблем с перебоями в подаче воды. Пресс-служба Махачкалы отмечает, что будет ежедневно мониторить информацию об отключениях и проверять, когда и как проводятся работы по восстановлению подачи коммунальных услуг горожанам. В службу можно дозвониться по многоканальному телефону, а также через систему 112. Вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр сельского хозяйства Батал Баталов побывали на предприятии Кикуни. Работа на консервном заводе ранее была приостановлена из-за финансовых проблем. Делегация ознакомилась с его мощностями и пообщалась с работниками. Вице-премьер сообщил, что работа завода возобновлена на период сбора урожая абрикосов. В дальнейшем предприятия планируют возобновить свою деятельность на постоянной основе. Каждый человек на своем рабочем месте, предприятие работает. И мы постараемся в последующем тоже, в последующем, со стороны руководства республики, будут предприняты все меры, чтобы данное предприятие сохранить, как перерабатывающее предприятие. Потому что из 5-6 тысяч тонн плодов, которые перерабатывают в нашей республике, порядка 2 тысяч тонн перерабатываются на этом предприятии. Власти отмечают, что бесперебойная деятельность завода очень важна для экономики региона и местных жителей. В Дагестане абрикосами занято около 3 тысяч гектаров. Ежегодно в республике выращивается 20-25 тысяч тонн абрикосов, часть из которых направляется на переработку, часть реализуется как внутри региона, так и за ее пределами. Председателем Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Махачкалы избран Шамиль Асланов. Новый назначенец имеет большой жизненный опыт. Шамиль Асланов является генерал-майором, работал начальником ряда оперативных отделов МВД Дагестана, заслуженный юрист республики. Осталось очень мало людей, которые когда-либо воевали за защиту отечества, кто работал в тылу, блокаднике Ленинграда и других городов. Поэтому сегодня этим людям надо отдать то должное, которое они внесли для подрастающего поколения. Подрастающие поколения – это есть наше будущее. Мы с ними будем абсолютно, это первое приоритетное направление. У меня один из замов постоянно будет заниматься этим вопросом. Отмечу, что возглавлявший Совет длительное время Заур Абасалиев оставил должность по состоянию здоровья. В столице Дагестана продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Так, в рамках программы активно ведутся работы на улице Перова. Она имеет протяженность почти в полторы тысячи метров. На данный момент идет демонтаж старого бордюрного камня. Ранее с владельцами домов была проведена беседа по замене коммуникации до укладки асфальтобетонного покрытия. Одновременно проезжую часть приводит в порядок и на улице Айвазовского. Накануне в Каире Союз писателей Египта провел встречу с членами Союза писателей Дагестана. Стороны планируют установить тесные творческие связи. В рамках встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области литературы. В частности, перевод и издание книг писателей и поэтов. В планах также публиковать все то, что будет полезно для взаимного обогащения культур Египта, Дагестана и России. Подписи под документом поставили председатели Союза писателей Египта и Дагестана Алла Абдель-Хадий и Магомед Ахмедов. Подписание проходило в рамках перекрестного года гуманитарного сотрудничества в историческом здании на острове Замарик. Около 30 дагестанцев выступят на предстоящих в Токио Олимпийских и Паралимпийских играх, сообщает сайт регионального Минспорта. Воспитанники республиканских спортшкол будут бороться за медали в составе сборных 11 стран. Так, в спор за золото на главных играх этого пятилетия вступят представители вольной борьбы, бокса, дзюдо, слепых и фехтования. Впервые в истории дагестанцы выступят в составе национальной команды по регби. Кроме того, дебютными для наших спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде станут турниры по каратэ, плаванию, а также по настольному теннису, паратэквондо и легкой атлетики среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа и с 24 августа по 5 сентября. Около 200 бойцов ММА съедутся в Дагестан для участия в межрегиональном турнире. Любительские соревнования в памяти основателя клуба «Горец» Мусаила Алаудинова пройдут 10-11 июля в Избирбаши. На площадке учебно-спортивной базы имени Али Алиева сильнейших будут определять в 10 весовых категориях. Победители наградят ценными призами и особое поощрение в размере 200 тысяч рублей получат триумфатор в весе до 77 килограммов, в котором в свое время выступал сам Мусаил Алаудинов. Это была последняя новость, о которой мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин